Трасса 101 Приветствую! Вы слушаете Трассу 101. Меня зовут Владимир Сметанин. Вперед! В ближайшие три года в России ожидается резкий рост стоимости бензина. Такой вывод эксперты сделали, исходя из планов Министерства финансов по планомерному и существенному увеличению акцизов на топливо. Так, в 2016 году налоговая нагрузка на горючее класса Евро-5 может подпрыгнуть почти вдвое. Чиновники говорят, что таких мер не избежать, иначе не на что будет ремонтировать старые и строить новые дороги. Напомню, что в начале этого года Минфин спрогнозировал рост цен на бензин к концу 2013-го в среднем на 4 рубля за литр. Трасса 101 Снега на кировских улицах нет уже несколько недель. Вот-вот грянет плюс 20. Но для некоторых автомобилистов это вовсе не повод сменить зимнюю резину на летнюю. Они привлекают к себе внимание шуршанием шипов по асфальту. Чем рискуют такие водители, пояснит специалист по подготовке водителей Алексей Койков. Запомните раз и навсегда, металл тормозит по асфальту гораздо хуже, чем чистая резина. Поэтому шипованная резина в случае экстренной остановки может вас подвести. Во-вторых, когда вы двигаетесь на шипованной резине, тогда вы достаточно сильно изнашиваете дорожное покрытие. Все, наверное, весной видели колеи, которые образуются после зимней езды. Так вот это как раз шипованная резина. И, наконец, зимняя резина при высоких температурах, она будет быстрее изнашиваться и выйдет из этого. Автоваз продолжает осваивать производство машин, которые раньше делали только за рубежом. Прошлой зимой на предприятии начали собирать Ниссан Альмира, а на днях там стартовал выпуск популярного хатчбека Рено Сандера второго поколения. Толятинские умельцы сварили уже несколько кузовов. Когда они обзаведутся колесами, моторами и прочими атрибутами, а затем попадут в продажу, пока неизвестно. Каждому опытному автолюбителю хотя бы раз приходилось выручать своего коллегу. Но иногда помощь на дороге требуется братьям нашим меньшим. Продолжит старший инспектор отдела надзора областного управления ГИБДД Евгений Каковин. Тужинский район, ехал я оттуда. Был участок, где дорогу в это время ремонтировали, то есть лето. И полоса движения, по которой я двигался, она была полностью залита гудроном. Скорость, естественно, снизил, еду и смотрю на дороге, непонятно что-то такое. Именно на проезжей части, как комочки такие, причем в ряд. И они не движутся, ничего. Я, естественно, объехал, остановился, с семьей ехал. Решили посмотреть, что это такое. Смотрим, там утята. Утка переводила утят через дорогу. Сама-то сил хватило выбраться из этого гудрона. А утята все в этот гудрон влипли. Были живые, с сыном, с моим маленьким. Мы доставали вот этих утят из этого гудрона, вызволяли, скажем так, и опускали их потом в травку. А утка в это время сидела на обочине в траве, крякала, видно было ее. Такая вот как бы интересная история. На этом прощаюсь. Не садитесь за руль нетрезвыми. До встречи. ТРАССА СТО ОДИН Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова